Я продолжаю говорить о хостинге ePlanet, и в этом видео я покажу, как установить движок WordPress на данный хостинг. Меня зовут Федор Васильев, ссылку на данный хостинг вы найдете в описании под этим видео, и давайте приступим. Если вы смотрели мое предыдущее видео и смотрите это видео, чтобы тоже узнать, как установить движок WordPress на хостинг, я буду использовать тот же тестовый домен. Вы помните, наш домен сейчас занят, там файлы папки движка Joomla. Перед установкой WordPress нам нужно удалить все данные с нашего домена. Для этого надо перейти в менеджер файлов, в www, зайти в наш тестовый домен, абсолютно здесь все выделить и удалить весь движок Joomla. Соответственно, также нужно будет зачистить базу данных. Для этого вам надо перейти в базу данных, выделить вашу базу и нажать на кнопку «Перейти». Здесь нажать «Все равно продолжить», откроется phpMyAdmin, видим нашу базу данных, кликаем по ней, прокручиваем в самый низ, ставим галочку «Пометить все таблицы» и вот здесь выбрать «Удалить» и нажать «Да». Почистили базу данных, здесь будет база данных для WordPress. Абсолютно так же, если вы перейдете в каталог вебскриптов, здесь вы можете установить WordPress. Но видим тоже, что WordPress здесь не последняя версия. Давайте скачаем последнюю версию WordPress с официального сайта. Официальный сайт звучит так, ru.wordpress.org. Получить WordPress, кликаем на кнопку «Последняя версия WordPress на момент записи видео 5.0.1», нажимаем «Скачать», выбираем папку на компьютере и нажимаем «Сохранить». Далее мы с вами переходим в менеджер файлов, www, заходим в наш тестовый домен, нажимаем здесь на кнопку «Закачать» и выбираем движок WordPress с компьютера. Находим движок WordPress, выделяем «Открыть» и нажимаем «Ок». И дожидаемся закачки WordPress на хостинг. Все, WordPress закачался, выделяем его здесь, теперь нам нужно его распаковать. Нажимаем здесь на кнопку «Извлечь», здесь ничего не трогаем, здесь показана папка корневая, куда у нас будет распакован движок WordPress, нажимаем «Ок». Архив с WordPress нам больше не нужен, выделяем его и нажимаем здесь на кнопку «Удалить», подтверждаем действие. У нас архив WordPress распаковался вместе с папкой, то есть как бы уже не в корне нашего домена, поэтому нам нужно зайти в папку и все файлы и папки движка выделить и перенести в корень. Для этого мы с вами нажимаем на кнопку «Копировать», здесь мы на этой странице кликаем один раз, выделяем наш домен, то есть показываем, что нужно файлы перенести именно в тестовый технический домен и нажимаем «Ок». Файлы все перенеслись, вы можете кликнуть вот по этой стрелочке «Назад», видим вот наш домен, заходим и все файлы и папки находятся правильно. А вот папка WordPress выделяем, здесь она нам больше не нужна, нажимаем «Удалить», «Ок». Итак, следующим шагом нам нужно обратиться к нашему техническому домену. В прошлом видео я установил Joomla, сейчас технический домен открыт у меня в браузере, я обновляю страницу и вижу первую страницу установки WordPress на хостинг. Здесь я нажимаю на кнопку «Вперед», на этом шаге нам нужно подключиться к базе данных. Как создать базу данных я показывал в прошлом уроке, когда устанавливали Joomla на хостинг, поэтому я возвращаюсь на хостинг в базу данных. База данных, она у меня есть, мы ее почистили, нам лишь нужно взять данные базы данных. То есть имя я копирую отсюда, возвращаясь на страницу установки WordPress, имя базы данных, удаляю все, что здесь написано, проставляю имя базы данных. Имя пользователя тоже вычищаем это поле и проставляем, у меня такое же значение, у вас, соответственно, свои значения. Дальше пароль, проставляю тот пароль, который я создавал к базе данных. Так, сервер базы данных Localhost оставляем, а вот префикс таблицы обязательно поменяем на какие-то другие английские буквы, нижнее подчеркивание оставляем. Это нужно делать в целях безопасности, чтобы никто не знал префикс нашей таблицы. Нажимаем здесь «Отправить». Система WordPress говорит нам, что все в порядке, и мы нажимаем с вами на кнопку «Запустить установку». На данном этапе нам нужно название сайта прописать, назову демо, имя пользователя, админ, соответственно, если вы тестируете, то тоже можете использовать простое имя пользователя, но если вы делаете реальный сайт, то рекомендуется использовать уникальное имя в целях безопасности. Соответственно, система WordPress нам сразу предлагает сложный пароль, качественный, который будет тяжело взломать, но так как я тестирую, я могу использовать легкий пароль, но для этого нам нужно поставить вот здесь галочку «Разрешить использовать слабого пароля». Ваш email, проставляем email и нажимаем «Установить WordPress». Итак, нас WordPress поздравляет, WordPress установлен. Нажимаем «Войти». Давайте авторизуемся в админке нашего сайта. У меня имя пользователя «Админ», пароль у меня «Легкий» и нажимаем «Войти». Мы попадаем с вами в админку нашего сайта. Также мы можем перейти вот здесь вот по ссылке, посмотреть на фронтальную часть сайта. Все хорошо, никаких ошибок нет. Сайт мы с вами на WordPress установили. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова